Одним из стандартных методов определения объема и плотности тел сложной формы является гидростатическое взвешивание, основанное на законе Архимеда. Определим для примера объем и плотность 100-граммовой гирьки из стандартного набора разновесок. Поместим эту гирьку на чашку равновешенных весов, убедимся, что ее масса действительно равна 100-граммам, для этого на вторую чашку весов поместим вторую такую же гирьку. Мы видим, что весы уравновешены, таким образом масса гирьки 100-грамм. Под чашкой весов у нас расположен стакан с жидкостью известной плотности, дистиллированной водой. Плотность ее составляет приблизительно 1 грамм в кубическом сантиментре. Опустим нашу гирьку на тоненькой проволочке, объем которой мал по сравнению с объемом гирьки, в эту жидкость и подвесим ее снова к чашке весов. Мы видим, что равновесие весов нарушилось, поскольку теперь на гирьку и на чашку весов действует дополнительная выталкивающая сила Архимеда. Величину этой силы легко определить, уравновесив снова весы путем добавления разновесов на ту же чашку весов. Добавляем 10 грамм, этого недостаточно. Добавляем гирьку в 1 грамм, уже почти уравновешенные весы. Добавляем еще 200 миллиграмм. Весы практически уравновешенные. Таким образом, объем нашей гирьки составляет 11,2 кубического сантиметра, в соответствии с весом вытесанной жидкости 11,2 грамма. И плотность нашей гирьки равна 100 граммам, деленным на объем 11,2 кубического сантиметра, приблизительно 8,9 грамма в кубическом сантиметре. Это плотность латуни, из которой сделана гирька.